Ты мне судьбою был назначен, но я смотрю что-то не то. В Петербурге на этой неделе прошла майская встреча предпринимателей и представителей администрации. И все бы ничего, и можно было бы подумать очередная скучная тусовка, не заслуживающая особого внимания. Но дьявол крылся не в мелочах. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, питерская встреча предпринимателей с главой Выборгского района не предвещала ничего экстраординарного, пока на нее не заявился районный военком. Оказалось, что в этот раз администрации от бизнеса нужны были отнюдь не деньги, а как по Гоголю. Впрочем, опустим Гоголя и оставим просто души. Хотя военкомату они нужны, конечно, с телами. Деловой Петербург сообщает, что триггером встречи послужила нехватка на фронте российских военных. И что, несмотря на тишину в мобилизации, людей теперь нужно в полтора раза больше. И решение этой проблемы переложили на плечи предпринимателей. Не ну а че, все правильно. Вы что, думали, что отделаетесь просто налогами? Так нет. Налогами, кадровой текучкой, потерянным бизнесом и даст бог, сами на родине останетесь. А если повезет, то еще и в живых. Потому что теперь риторика пропаганды переключилась на газ. Либо мы победим, либо нас всех сначала загонят в гетто, а потом в газовые камеры. И выбора особого у нас нет. Поэтому, дорогие друзья, давайте сосредотачиваться. Но я отвлеклась. Так вот, для того, чтобы сэкономить газ и не пускать его по газовым камерам, а газифицировать, например, лучше отдаленные уголки России, военком и просит бизнес выделить для спецоперации всего по пять человек с предприятия. Официально это называется уговорить на контракт. Неофициально? Ну, тут у кого на что хватит фантазии. Можно, например, ввести в организации семидневку, а недовольных отправлять мерить кирзовые сапоги. Ну, или ставить невыполнимые планы, например, по продажам, а аутсайдерам выдавать лопаты. Пусть учатся копать траншеи. Впрочем, времени на мозговой штурм модераторы встречи бизнесу не дали. Отчет о первых результатах спросят уже через две недели. Причем, по словам Полунина, вопросы уже определены и звучат вполне конкретно. А что сделал ты? И что ты вообще об этом думаешь? Как по мне, так очень удачная формулировка. Отправил пятерых ненужных – получил медаль. Не помог государству – получил срок. Это как тот опрос в Хабаровске. Вы поддерживаете спецоперацию? Нет. Вы за фашистов, что ли? Можете оставить подпись. Вы поддерживаете спецоперацию? Нет. Как это? Вы за фашистов, что ли? Я против Путина. Подписи ставят, те, кто Путина поддерживает. Да, 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 злая. Ну, что делать? Он против Путина. Он восстанавливает страну. Я бы, конечно, на месте и тех, и других не была бы столь категоричной. Ну, просто вдруг на каждом предприятии есть те самые заветные пять человек, которые хотели на СВО, но боялись потерять работу. Так же, как и с Хабаровском. Ну, не поддерживая человек то или иное мероприятие. Ну, почему он сразу фашист? Тут ведь главное – пример показать. Свой, личный. И желательно не сопровождая его баснями о сынах государевых, да с подменной фамилией. Я знаю, что старший сын Пескова пошел туда служить сам с полного благословения и в каком-то смысле даже поощрения Пескова. А вот кого на этой неделе не благословил ни Песков, ни сам президент, так это жители села Сабурово. Уже продолжительное время они добираются до административного центра, где и школы, и магазины, и больницы на своих двоих. А это ни много ни мало, а 7 километров. Нет, такси, конечно, никто не отменял, но 350 рублей в одну сторону и столько же в другую – для жителей села неподъемная ноша. А ведь маршрутку мы обещали еще несколько лет назад, но воз и ныне там. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам жители села Сабурово. Сколько мы здесь прожили, ни разу не было маршрутки, куда мы только не обращались. Они нам говорят, что невыгодно возить нас, людей. 53 года стажа, ветеран, теперь инвалид. И приходится на уколы ездить, на знаменку, назначать дневной стационар. Мы не можем ездить, потому что дорога, 350 такси, туда-сюда 700 рублей. Нам приходится с температурой, заболели мы в аптеку, добираться пешком. Мы идем 7 километров, либо на попутки. В средствах массовой информации пишут, что чиновники себе по несколько раз в год выплачивают премии. А на наш транспорт нету средств. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, помогите разобраться нам с этим вопросом. Ой, девоньки, чувствует мое сердце, что зря вы все это затеяли. Ведь не так давно, в конце марта, к президенту России, вот точно так же обратилась жительница Воткинска. Тогда она пожаловалась на плохие дороги. И помните, что произошло потом? Думаете, что дороги стали ровными? Нет, дороги остались прежними. А вот к активистке заявились силовики, обвинив ее в организации незаконных публичных мероприятий. Та-дам, друзья! Я другой такой страны не знаю, как и не понимаю, почему люди, которые голосовали за своего президента, не могут обратиться к нему же с вопросом или просьбой. Ну, видят они в нем надежду на поддержку. Ну, почему их настолько ограничивают в правах? Я прошу меня извинить, если я не смог ответить на все ваши вопросы. Ваше мнение для меня очень важно, но не очень-то и нужно. Спасибо большое. Вопрос, конечно, больше риторический, а потому заносите следующий. Хотя, впрочем, там больше подойдет несколько другая формулировка. В ночь на пятницу средства массовой информации распространили видеообращение Евгения Пригожина к главе Министерства обороны. Я, если честно, думала, что после интервью Пегову Пригожинская проблема найдет свое решение. Но неделя прошла, а ничего не произошло. Видимо, Пегов был прав и в высших эшелонах власти действительно боятся разворота танков на Кремль. А он, похоже, ну, судя по эмоциям на видео, уже не за горами. Видео, конечно, не для слабонервных, но на месте Шойгу я бы точно занервничала. Я, если честно, слабо понимаю взаимоотношения государственной армии и частных военных компаний. Как и не понимаю, кто и кого должен спонсировать и поставлять боеприпасы. Но полагаю, что если дело достигло таких эмоциональных пиков, то пора ожидать от Пригожина. И следующий вопрос. А на чьей стороне Шойгу? Тогда, возможно, найдутся и ответы. Правда, большинству россиян они могут не понравиться. Как, например, то самое видео Маши Катасоновой 2015 года выпуска, где она, типа освещая обстрелы Донбасса украинской армии, вела стримы с места событий. Но что-то пошло не так. На позициях в промзоне с первым мотострелковым батальоном бригады «Восток», вторая рота. До линии соприкосновения с украинской армии 400 метров. Украинская сторона начала интенсивные обстрелы, начиная с пяти часов вечера. На состоянии на 21 час они уже успели... Оказалось, что все репортажи Катасоновой были постановочными. Заранее подготовленная темная комната была ночным Донбассом, а нержавеющая кастрюля с поварешкой – имитация обстрелов. Не учла Катасонова только одно – оператор, который ее снимал, был любителем порофлить и слил неудачный дубль в сеть. И, по-моему, это как ничто другое демонстрирует нам достижение той высоты маразма, после которой смотреть вниз уже становится опасно. И да, после таких материалов подобные подставы ждешь уже буквально от каждого пропагандиста. А прилетает она не только из телевизора. На этой неделе аресту подверглась режиссер театра Женя Беркович. Ее спектакль, который на секундочку был отмечен золотой маской, посчитали экстремистским и привлекли девушку за оправдание терроризма. Правда, почему только спустя три года, осталось не выясненным. Финист Ясный Сокол был поставлен в 2020 и рассказывал о завербованных русских женщинах, отправившихся в Сирию. Причем материал, по которому ставилась постановка, был основан на реальных событиях и не нес в себе пропаганды позитивного мышления в отношении вербовки. Но правоохранители посчитали иначе и припомнили Беркович и ее антивоенную позицию, и ее антивоенное прошлое. Ну тогда силовикам стоит пройтись и по классической русской литературе, а то там, знаете ли, такие вопросы перед читателем ставят, что невольно рождается мысль, а что оправдывает фраза «тварь я дрожащая» или «право имею». Ведь если взглянуть глубже в суть, то можно и в Достоевском найти руководство к действию, да и возможности фантазии, они, знаете ли, безграничны. А потому я думаю, что искусство нужно оставить в покое, оно просто показывает, как бывает и от слова «совсем» не призывает к чему-то противозаконному. Но вы же не стреляете в радио, которое рассказывает вам плохие новости, ведь не оно их придумывает, оно транслирует, причем то, что уже свершилось. В связи с чем я и не понимаю, за что наш основной канал Ермак Медиа за последний месяц получил уже два предупреждения, третий, и мы с вами больше не увидимся. Поэтому мы создали резервный канал, там же на YouTube, он абсолютно бесплатный и пока не побитый блоками и банами. Имейте это в виду, если снова вдруг нас потеряете. Ну а на этом у меня все, я благодарю вас за время, проведенное со мной. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok